Они с гордостью продолжают многовековое дело своих отцов и дедов, не смыслят своей жизни без оленей, а в паспорте многих из них стоит прописка тундра. В начале августа они собираются вместе, чтобы повидаться с родными и подвести итоги за прошедший год. Речь идет о кочевниках. В Ненинском округе завершились торжества по случаю Дня оленя. И прямо сейчас большой репортаж моей коллеги Алины Ваучейской о том, как в общинах отметили главный праздник тундры. Семейно-родовая община Елумт. Хозяйство небольшое, всего один чум, но здесь, чтобы отметить главный праздник ненцев, День оленя, собрались кочевники со всей малоземельской тундры. В августе оленеводы отмечают своеобразный Новый год. Время подводить итоги отела и убоя, а еще отдыхать, встречаться с родными и друзьями из соседних бригад и, конечно, хвалиться удалью. В забеге по пересеченной местности участвуют и стар, и млад. Это одна из дисциплин, в которой соревнуются жители тундры. Состязание довольно непростое, рельеф в этих местах неровный, возвышенности, ямы и кочки. А потому здесь важна не только скорость, но и внимательность. Красивая мелодия ненецкой песни будто передает все тонкости суровой жизни кочевников. Да, чтобы было легче и веселее, здесь поют. Кажется, время в тундре остановилось. Оленеводы так же, как и десятки лет назад. Живут в чуме, готовят еду на печи и, конечно, пасут оленей. Школу пошли, на русском языке вообще не говорили. Да, мы не знали русский язык. Оксана Лаптандер, помимо родного языка, практически в совершенстве владеет русским и английским. В стойбище она приехала из Нальминоноса. В национальном поселке хранительница ненецкой культуры продолжает прививать любовь к обычаям и традициям предков. С собой женщина привезла семилетнего Никиту для маленького городского жителя. Здесь все в новинку. Я сегодня сюда первый раз прилетел на Великолепию. Мне понравилась тундра. Мне понравилось еще олени. Мальчик с неподдельным интересом слушает легенды бабушки. Сказок и поверье женщина знает превеликое множество. Одно из них – про бурого медведя. А мы не называем поненецкий медведь. Хэвы, как говорится, парденько. Мы называем черненький. Нельзя, ага, черненький. Не надо, говорит, медведь, да. Для начала, да, мастер, парденько. Ну, что, ну, как говорится, поненецкий, поненецкий обычай мы очень. Вот от наших, да, осталось, от наших отцов, матерей, потомков нельзя так говорить, как говорится. Он может прийти. На родных просторах хранительница ненецкой культуры встретила подругу детства Ольгу Евтысую. Они росли в одной бригаде. Вместе собирали грибы и ягоды, любили ходить за морожкой. Комаров мы почему-то не знали. Сейчас все-таки отмахиваются, да, Оля? Да. А мы куда? Где все? Комары и эти мухи, еще лошадиные мухи, очень сильно кусаются. И появилась еще гнус, мошкара и еще чего-то неизвестное для нас. Если Оксана уехала жить в национальный поселок, то Ольга после школы вернулась в Чум. Вольнолюбивая, сильная женщина стала председателем семейно-родовой общины с красивым названием ВТУ. С ненецкого переводится как «огни тундры». Удивительно, но из 7,5 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ненецком округе, лишь 870 человек продолжают многовековое дело своих отцов и дедов. Одно из крупных хозяйств – сельхозкооператив «Ерф». Кочевники из этой общины многие годы живут в доброй дружбе с нефтяниками. Недропользователи помогают хозяевам этих земель рублем и даже советуются, где, например, лучше проложить нефтепроводную трубу. И, конечно, в главный праздник оленеводов они не могут не поздравить жителей тундры. Отрадно, что отношения оленеводов и нефтяников базируются на взаимоуважении. Ведь в большеземельной тундре, где поступятся многотысячные стады оленей, и при этом добывается нефть и газ, давно уже утвердились правила добрососедства. Уверен, что наше сотрудничество и впредь будет способствовать развитию оленеводства, улучшению качества жизни коренных жителей Заполярья. Все согласовывается с оленеводами. Вот это приятно, что на собраниях мы эти вещи все выносим. Оленеводы всегда говорят нефтяникам, как лучше проложить трубу, где лучше сделать, какой карьеру лучше взять. Поэтому сегодня нет того, что было лет 20-30 назад. Вот это радует. Раз, два, три. Богатыри из общины Емпто мерятся силой. Это, пожалуй, одна из самых уникальных стойбищ Ненецкого округа. Здесь самое большое количество оленей – порядка 13 тысяч голов. Кочевники здесь живут большими семьями и изолированы от внешнего мира. Строго соблюдают традиции и даже одежда этих оленеводов считается самой красивой. Праздник, как и положено, отмечают с размахом. Приехало много артистов и гостей. И, пожалуй, самый долгожданный из них – Александр Цибуцкий, временно исполняющий обязанности губернатора, из первых уст узнал о том, что сегодня тревожит жителей тундры. Основная проблема в этих краях – отсутствие убойного пункта. Это делает невозможным законную реализацию мясной продукции и, вместе с тем, получение государственной поддержки. Я не раз говорил, что оленеводство, в моем понимании, это сильно недооцененная отрасль экономики региональной в целом, ну и, конечно, традиционного вида деятельности. Понятно, что в силу особенностей нашего округа, мы все их прекрасно знаем, не буду их много раз повторять, многие экономические проекты в наших краях запустить довольно сложно, исходя из тех издержек, которыми они сталкиваются. Логистики, северного удорожания и так далее. Но есть те вещи, которые являются традиционными, что называется, вот они прямо рядом с нами, и вот они-то и должны стать точками роста. И здесь, мне кажется, наша задача создать для наших оленеводов, а в первую очередь для таких традиционных семей, которые пасут оленей и делают это много-много лет, и действительно добиваются высоких результатов и в качестве мяса. И сегодня, наверное, в мире уже сложно найти продукт, который был бы настолько экологически чистым, органическим. Эти олени ничего в жизни, кроме ягеля и высококачественной травы, не пробовали, и соответствующего качества здесь мяса. Поэтому, если возвращаться к тем эмоциям, то я действительно получил колоссальное удовольствие, я впервые в жизни попробовал поуправлять оленей упряжкой, и мы пообщались, мы пообсудили все проблемы, которые есть у наших друзей. И надеюсь, что в ближайшее время многие из них мы уже начнем решать. В знак уважения к главе региона, хозяин этих земель, председатель общины ЕМПТО Федор Накрета, подарил Александру Цибульскому оленя. Это я придумал сам. Сам накатался на оленях, так вот я сейчас думал, я ему подарю, чтобы ему, губернатору, у нас ему свой оленя, мой тадик был. Живой подарок глава региона забирать с собой не стал, но пообещал почаще наведываться в общину. Поймай оленя в Канинской тундре – любимая детская игра. Маленькие кочевники ловко закидывают на своих сверстников тынзей. Так в этих краях называется веревка. Здесь нет победителей и проигравших. Таким образом, малыши приобретают необходимые для оленевода навыки для ловли рогатых животных. Около полудня в небе раздается звук приближающегося вертолета. Вот он, долгожданный борт. Встречают его всей общиной. Вертолетом в Канинскую тундру привезли продукты, медикаменты, посылки от родных и, конечно, подарки. Спецрейсом сюда прилетел и воспитатель кочевого детского сада. Андрей Латышев сам вырос в Канинской тундре и не понаслышке знает, дети кочевников нуждаются в особом внимании со стороны педагога. Заниматься с ребятами Андрей будет по специальной обучающей программе. Ее разработали сотрудники Ненецкого центра развития образования. Мы накачали электронную азбуку. Дети там нажимают определенной кнопкой, у них выскакивают слова. Азбука им выдает слова. И также электронная математика. А вот сейчас нам привезли планшеты, ноутбуки. И для современных детей это, они же все равно, более цивилизация развита. И тут тоже они должны как-то развиваться с современным миром. Я птичку най, я птичку най, зову. Малыши с интересом и восторгом разглядывают дюковиную технику. И пусть не с первого раза, но детские пальчики все же осваивают планшетный компьютер. Удивительны для маленьких кочевников даже звуки домашних животных. Ведь в тундре они привыкли видеть только оленей и птиц. Лошадь. Корова. Помимо электронной техники, малышам привезли все необходимое для развития мелкой моторики. Конструкторы лего, альбомы, краски, карандаши и пластилин. И пока дети заняты творчеством, их родители могут спокойно заниматься хозяйством. Чум-работница Алена Ванюта, к чему ему детскому саду, очень рада. Говорит, теперь ее сыну первый класс не страшен. Дети-то и в самом деле не подготовленные в школу идут. Самые элементарные цвета хотя бы они разбирают. У меня он ребенку три года, он теперь знает, какие цвета у них есть. А так мы, например, когда маленькие были, нас этому не учили. Живут тундровики в брезентовых палатках. Говорят, это практичнее, чем традиционный ненецкий чум. Малыши кочуют вместе с родителями. По словам врачей, которые в рамках праздника прилетели обследовать оленеводов, дети очень крепкие и физически развитые. Они же живут в гармонии с природой. В общем-то, правильно питаются достаточно. Поэтому, конечно, в основном-то здоровые. У них нет, может быть, таких вот близей цивилизации, которым подвержены дети живущие в городах. На Канине в этом году развернули настоящую полевую поликлинику в составе передвижного медицинского отряда, помимо терапевта и педиатра, стоматолог и УЗИ-диагносты. Здесь же кочевое население сдает анализы и даже проходит флюорографию. По другую сторону стойбища соревновательная площадка. Мужчины метают тензи. Задача максимум – попасть на хоре и деревянный шест, которым гонят упряжку. Дается несколько попыток. Для хорошего результата здесь нужна не только меткость и сила, но и набитая рука. Ну, эти соревнования выявляют то, что человек умеет на профессиональном уровне летать наезде. Это по профессии ему нужно. Ну, а сразу после заката возле бригады появляются виновники торжества. Эти олени – элита общины. Въездовых быков выбирают самых диких животных. Они сильнее, выносливее и быстрее остальных. У каждого погонщика своя упряжка. Причем оленеводы знают животных и с легкостью находят среди нескольких сотен рогатых хозяев тундры пять своих. Именно столько оленей запрягают в упряжку. Семен Волчейский в соревновательных заездах участвует впервые. Молодому человеку всего 17. Сейчас он учится в 10-м классе. Но как только окончит школу, собирается вернуться в родную тундру. Тут все равно как-то все свое. Я все равно думаю, в город как-то не хочется, неохота в город ехать. Тут все равно свое. Когда олени запряжены, кочевники выдвигаются на трассу. Она расположена в низине, на болоте. На сопках собираются болельщики. И вот флаг сигнализирует о начале главного соревнования в тундре. Самая зрелищная и яркая часть национального праздника гонки на упряжках начинается после заката. Когда на землю ложится роса. По сырой траве олени скользят легче и быстрее. Кстати, максимальная скорость, до которой может разогнаться животные 40 км в час. Стартует по одному. Длина дистанции 100 метров. Это только на первый взгляд кажется, что в заездах все просто. Понятия фальстарт и дисквалификация кочевникам знакомы. Например, если вожак, это главный оленево-пряжки, подпрыгнул на старте, погонщик автоматически попадает в разряд проигравших. За звание самого быстрого оленеводы состязались до рассвета. А после разбрелись по своим палаткам. Настало время отдыхать и готовиться к долгой и тяжелой зиме. Алина Волчейская, Алексей Орлов, Антон Водряков и Алексей Нестеров. Телеканал «Север», Канинская тундра.